Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, я, Дезертир. Надеюсь, вы все уже начинаете подготовку к Новому году и с нетерпением ждете его наступления. А чтобы нам с вами было легче скоротать время в ожидании него, я предлагаю посмотреть небольшой список игр, которые выйдут в декабре. Нежданно-негаданно до нас добралась новая игра от студии Telltale Games. Игра Престолов, сериал, потрясший огромное количество людей, теперь будет радовать нас и в игровом формате. Как и в прошлых играх от Telltale, нам предоставят огромный выбор действий и более глубокое погружение в мир Игры Престолов. Дата выхода намечена на 2 декабря 2014 года. Новая игра от студии Ubisoft, а по совместительству возможна игра кода в жанре гонки. Мы исколесим всю Америку, нам предоставят огромные просторы для путешествия. Играя с друзьями, вы сможете создавать свою собственную банду. Также разработчики обещают, что игра будет иметь отличное управление и оптимизацию на любых системах и не повторит историю своих не так давно вышедших собратьев. Дата выхода намечена на 2 декабря 2014 года. Battlefield 4 Final Stand добавит карты для многопользовательского режима и несколько видов оружия. Конфликт же перенесется в заснеженные края России. Дата выхода намечена на 2 декабря 2014 года. Dead State. Зомби-экшн с элементами RPG. События, как и всегда, случаи зомби, разворачиваются в постапокалиптическом мире. В данном случае на территории Техаса. Люди должны находить пропитание, оружие в целях выживания, спасать других выживших и истреблять всех встречных зомби. Дата выхода намечена на 4 декабря 2014 года. Уверен на все 300%, что каждый из вас таки мечтал стать фермером. Гонять на своем собственном тракторе или комбайне. И благо новому симулятору вы сможете себе это позволить. Дата выхода намечена на 5 декабря 2014 года. Каждый из нас рубил деревья в играх. Это были Волф, Раст, Майнкрафт. И всегда нам это доставляло так много удовольствия. Но теперь настал черед новой игры. Профессиональный лесоруб. Дата выхода намечена на 5 декабря 2014 года. Выйдет и новая Лара Крофт. В отличие от прошлой части, вы сможете играть в кооперативе, рассчитанном аж на 4-х человек. Игра не пытается претендовать на оригинальность сюжета или качество графики, но для разового ознакомления с друзьями однозначно стоит попробовать. Дата выхода намечена на 9 декабря 2014 года. Джуджу. Это аркадный платформер. Сюжет новой инди-игры повествует о том, как панда-шаман Джуджу вместе со своим другом отправилась в опасное путешествие, дабы спасти ее отца. Дата выхода намечена на 9 декабря 2014 года. Вот и вторая часть 13-й последней фантазии и наконец-то доберется до ПК, когда над миром вновь нависла угроза сестра главной героини первой части, Сэра Феррон, отправится в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, дабы изменить свою судьбу. Дата выхода намечена на 11 декабря 2014 года. Halo. Теперь и в аркадном режиме уже вторая часть выйдет в таком виде. Несмотря на неудачи прошлые серии, Microsoft решили выпустить сиквел, и они верят, что у Джонта точно будет намного успешнее первой части. Дата выхода намечена на 12 декабря 2014 года. Действия новой игры Elite Dangerous разворачиваются в 3300 году, спустя 50 лет после событий Frontier First Encounters. Третьей игры в серии Elite, вышедшей аж в 1995 году. Разработчики возрождают старый космический симулятор с гораздо более привлекательным видом и возможностями. Дата выхода намечена на 16 декабря 2014 года. Ну а на этом у меня все. С вами был, как всегда, Резерсиер. Надеюсь, вам понравился данный выпуск, и вы подчеркнули для себя некоторые интересные игры. Всем спасибо и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова